Будь готов, всегда готов. Эти строки из известного стихотворения Василия Лебедева Кумача, конечно, в первую очередь ассоциируются с пионерским девизом. Однако их смело можно адресовать и спасателям, ведь они ежедневно находятся на боевом дежурстве во имя безопасности граждан и готовы в любую минуту прийти на помощь. В этом году Мордовской республиканской аварийно-спасательной службе исполнилось 20 лет. На ее счету тысячи спасенных жизней, множество предупреждений возникновения чрезвычайных ситуаций и еще больше ликвидации их последствий. В регионе 13 спасательная служба была образована 1 марта 1995. А спустя еще два года в республике появился поисково-спасательный отряд из 20 человек, который в свою очередь вошел в состав Мордовской республиканской ПСС. Автономная деятельность Мордовской республиканской поисково-спасательной службы началась 11 марта 2003 года. А в сентябре 2005-го она стала носить статус аварийно-спасательной. Мы пришли на федеральную службу. Это было 28 лет назад. И в наличии был у нас один автомобиль УАЗ-452. Старенький развалюшка. И мы на нем пытались... Народ тогда про нас, конечно, еще не знал. Мы были неизвестны. Мы как-то пытались выезжать на какие-то тоже чрезвычайные ситуации. Ну, обычно это было бытового характера, то есть помочь старушке. Получилось так, что мы получили еще две газели, укомплектованные аварийно-спасательным снаряжением со средств спасения. Я сколько работаю на службу? Больше 20 лет. И я не помню случай, чтобы какая-то задача, какое-то решение чрезвычайной ситуации, ликвидации, как эта чрезвычайная ситуация, вот такого не было, чтобы спасатель не выполнил. Я даже вот сейчас вот уже и смотрю сверху своих лет на то, что проделал службы. Но я говорю, я не могу сказать, что у нас где-то когда-то была осечка. Вот-вот-вот. Владимир Охрёмкин руководит местной аварийно-спасательной службой с 17 августа 1999 года. Сюда он пришел молодым специалистом, который уже тогда знал наверняка спасение людей его призвание. Годы этого мнения не изменили. Своей профессии он предан по сей день. Мужчина признается, за десятилетия службы можно вспомнить многое. Случаев на его памяти хватает. Преодолеть себя и собственный страх помогли не только силы духа, но и коллеги, которые на протяжении всего пути находятся рядом. Я считаю, что я живу в службе. Это просто моя жизнь. Часть больше, наверное, даже чем вот именно обыкновенная моя жизнь, вот именно спасательная моя жизнь. Совершенно другое. И я очень дорожу, я очень как бы вот именно делом, ну так скажем, может громкие, немного слова, можно не совсем. И подходит к этому, ну делом моей жизни, вот так скажем. Своими коллегами гордитесь наверняка? Однозначно. Знаете, каждый человек, как бы вот спасатель, каждый человек, он настолько, настолько они и разные, и настолько похожи друг на друга. Вот. Ну, самое главное, самое ценное, что у нас даже вот 151 закон федеральный, там есть выдержка такая. Спасатель не имеет права на усталость. То есть вот смотришь на ребят, ну действительно, вот сейчас ребят работают на паводке, на пособе. Вот. Ну, практически, вот мы как приехали туда в 10 часов, и я вот уехал, никто еще не присел. Вызов, вызов, эвакуация людей. В большинстве, конечно, бабушки, дедушки. Одну сегодня эвакуировала 97 лет, бабушка. Так что спасатель, конечно, во-первых, уникальная профессия, я считаю. Сегодня штат аварийно-спасательной службы насчитывает более 70 человек. Эти люди имеют высшее образование, специальную подготовку и неиссякаемое желание помогать другим. Александр Федотов – водолаз-спасатель с многолетним стажем. Он, безусловно, профессионал своего дела. На его счету не один десяток погружений в воду, причем в любое время года. Он, как никто другой, знает, что на глубине свои законы, и зимой они особенно суровы. Погружение под лед – это всегда проверка на прочность. Защитить от холодной воды и ветра помогает гидрокостюм из специального материала неопрена. Общий вес амуниции и снаряжение составляет порядка 40 килограммов. Работа спасателем – это вообще гордость. Гордость, честь, то есть осознание того, что ты нужен людям и готов прийти в любое время суток, в любое время года им на помощь, ну и оказать людям всю необходимую помощь при проведении каких-то аварийно-спасательных работ. Всякое было. Запомнилось то, что особенно въелось, скажем так, в память, когда наша группа выезжала на проведение аварийно-спасательных работ водолазных в республику Татарстан, когда затонул теплоход Булгарии. То есть там было очень большое количество жертв, порядка, если не ошибаюсь, 105 или 108 человек. То есть мы тоже там работали наравне со всеми, и водолазы там были со всей России. То есть, соответственно, искали людей утонувших, извлекали их с теплохода, после чего уже поднимали сам теплоход. Каждые три года спасатели проходят переаттестацию. Ведь человек, который постоянно видит трупы и сам может выгореть. Но в аварийно-спасательной службе Мордовии таких нет. Каждый из них предан своей профессии до конца. Залог успешной и безопасной работы под водой – связь с коллегой. Это еще один специально обученный человек, который направляет водолаза, контролирует его состояние здоровья, видит глубину погружения, сколько осталось кислорода в баллоне и когда нужно возвращаться на поверхность. Мы сейчас можем работать при помощи связи. То есть, если раньше это были условные сигналы, которые подавались веревкой, то есть надо было определенное количество дергать это там вправо, определенное количество там влево, прямо, вот на выход. Сейчас все при помощи связи. Вот у нас есть, соответственно, пульт управления подачей воздуха, рассчитан сразу на двух водолазов. То есть, этот пульт мы можем видеть глубину, то есть глубиномер, остаток воздуха у второго водолаза, у первого водолаза, то есть полностью. Ну и, соответственно, связь. То есть, связь у нас через динамик с одним водолазом, со вторым водолазом. Вот. То есть, например, этот пульт можно как к нашим оборудованным, так и к импортному. То есть, подключать у, соответственно, водолаза, то есть, если он работает в шлеме, у него встроен микрофон, также встроены наушники. Конкретно эти шлем и пульт чаще всего используют для подводно-технических работ. Но есть и облегченная версия таких устройств. Это полная лицевая маска, в которую также встроены наушники и микрофон. А еще компактная станция для связи, позволяющая контролировать ситуацию под водой. Повышение профмастерства – это неотъемлемая часть в работе спасателя. Личный состав дважды в год выезжает на учения, чтобы отработать различные виды потенциально возможных ситуаций. Наиболее востребована помощь сотрудников службы в весенний и летний период. Весной они помогают людям справиться с половодием. К примеру, в этом году большая вода пришла в населенные пункты Мордовии раньше обычного. И уже сейчас спасатели дежурят на подтопленных территориях и при необходимости эвакуируют граждан. 2012 год, когда был, там такая же примерно ситуация. Оттепель, дождь, разлив реки. И работа наша мы практически прошли. Все районы начали также с Лоховки, потом Монастырск, потом Кадошкинский район, потом Краслободский, Ковылкинский и так далее. И уже в Тенгушеве нам пришлось извлекать стадо 80 голов крупнорогатого скота. Большим подспорьем в их нелегком деле выступает спецтехника. Для каждого времени года свой набор. К примеру, весной и летом чаще всего востребованы лодки. Зимой же наиболее актуально использование снегоходов. Аварийно-спасательные службы – это целая система, объединяющая силы и средства, предназначенной для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. И теперь, зная о работе ведомства изнутри, точно чувствуешь себя в безопасности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова